Всем привет, с вами Прио. Ну что ж, скандалы, интриги, расследования. Всё-таки люблю я поговорить на всякие такие различные темы. Раньше были разговорные видосики, потом я как-то ушёл от них. Но, похоже, пришло время реализовать их вновь. По крайней мере, на текущий момент имеется фундамент для этого видосика. Начну издалека. Играю в эту игру я уже 10 лет. В сентябре как раз буду праздновать десятилетие на своём воине. То есть получается так, что за 3 месяца до старта катаклизма он был прокачан до 80 уровня. То есть в сентябре 2010 года. Да, это было давно. И вы вдумаетесь, со сколькими людьми я успел встретиться и со сколькими людьми я успел пообщаться в этой игре. Их сотни? Да нет, может даже тысячи? Окей, я был во многих гильдиях, я был во многих рейдовых сетапах и всё такое прочее. Далее, я стримлю уже лет 5. Люди на Твиче очень любят разговаривать насчёт каких-либо стримеров. Люди на Твиче очень сильно любят что-либо обсуждать. Какое-нибудь там удачное прохождение мифик плюсов. Какое-нибудь там голд фарм. Какие-нибудь личные интересные вещи. Люди любят обсуждать абсолютно всё то, что их даже никаким боком не касается. Но это всё так, психология. Относительно недавно мне скинули скриншотик с некоего никнейма «Прия Хан». О том, что он выпрашивает какой-то там щиточек. А именно сейчас я открою этот скриншот и зачитаю эти сообщения. Подарите этот щит стримеру, please. Кому не жалко. У меня есть прямое ощущение того, что он просто-напросто выдаёт меня. Наоборот, выдаёт себя за меня. При этом, назвав своего персонажа «Прия Хант». Играю ли я за Ханта? Нет. Окей, ладно. Он есть на Дракономоре. Он есть сотого левела. Но никнейм его никак не схож с моим основным базовым никнеймом. То есть, у меня есть «Прия Монг», «Прия Дека», «Прия Деха», «Прия Шам», «Прия Танг», «Отец Хан» на фит. Это те текущие персонажи, которыми я сейчас играю. И которыми я делаю различные действия. Да, также есть и другие персонажи. Сейчас уберу эту картинку с стримфестом. И мы посмотрим другие никнеймы. Например, «Нежный Прия». Он просто создан, чтобы забить никнейм. Далее, «Суровый Прия». Аналогично. «Зязь». Ну, это вообще рофл никнейм, конечно. «Танк Хилл ДПС». Я тоже считаю это хороший никнейм. «Шпрот Вар». Ну, типа, «Шпрот», «Вар», смешно же. Ну, и к тому же, да, с целью того, чтобы просто никнейм занять. «Борщабыща». Да, тут орфографическая ошибка, но в этом-то и весь прикол. Опять же, с целью того, чтобы занять никнейм. То есть, этот персонаж даже не заходил в игру, так как у него не написана его локация. И паладин, который использовался там давно-давно для интересных действий. Не хочу о них говорить, не хочу о них вспоминать. Далее. Рассмотрим сервер «Дракономор», на котором я начинал играть. Вот они абсолютно все персонажи. Да, есть Прия. Ну, потому что с целью, опять же, того, чтобы занять никнейм. Также другие все никнеймы вы также видите. Есть Прия даже с двумя «Р». Зачем я его создал? Вопрос хороший. Окей, откроем РФ. Потому что этот хантер с никнеймом Прия Хант был на РФе. У меня Прия ДХ, Прия ДК К, потому что Прия ДК был занят, оказывается. Далее Прия Монг и Прия. То есть, если я нажму «Ресет персонажа», тут некого восстанавливать. А то, мало ли, вдруг вы подумаете, что это мой в итоге Прия Хант. И я решил этот видос снять, ну, так просто. Офану. Нет, ни в коем случае. Если рассматривать другие сервера, то на них я даже не захожу. И никнеймы там какие-то вообще лютые. Они создавались очень и очень давно. Бьё и в шапке. Это вообще нормальные никнеймы, читабельные. Я так не думаю. А вообще, хочу сказать вам довольно-таки интересную мысль. Если какой-то человек пытается выдать себя за меня, то этого человека просто-напросто добавьте в батлтак. Так, мой батлтак довольно-таки прост. Прия с двумя А, два-два, девять, семь. То есть, батлтак довольно-таки лёгкий, и его очень легко даже запомнить. Если человек не принимает вас в батлнет, то это фейк. Я же, само собой, приму. Места у меня есть почти всегда. И если я играю, если я занимаюсь чем-то серьёзным в игре, то, само собой, я это стримлю. Если же нет, то просто-напросто занимаюсь каким-либо видосиком или музыку слушаю. Как говорится, на Твиче этого же делать нельзя нынче. А музычке иногда хочется какой-нибудь послушать. Такая вот вам интересная мысль. Лайфхак, так сказать. У, скажем так, моей истории, не истории моих персонажей, именно у моей истории, как у человека, очень много различных чёрных полос, тёмных участков. И некоторые люди злорадствуют этому, пытаются это как-то выдвинуть наружу, как-то, как бы культурное слово тут такое подобрать. Не хочу ругаться в видосах, всё-таки тут люди. Мы культурные собрались на Ютубе. Люди пытаются задеть меня этим. Люди пытаются, скажем так, выпихнуть, выдвинуть наружу абсолютно весь ссор из избы. Но они никак не учитывают свои проблемы. Они никак не учитывают своё прошлое, которое тоже у них не самое такое кайфовое. И оно у них тоже не самое лучшее. У всех у нас были ошибки. Мы исправляемся и становимся лучше. Есть, конечно, люди, и не становятся лучше. Но тут по-разному. Тут от человека зависит. Я лично стараюсь. Теперь я более сдержан во всех аспектах. Я меньше ругаюсь. Например, если рассмотреть мои какие-либо старые трансляции, то раньше меня люди буквально ругали за то, что я много ругался. Это адекватно, это нормально. Но это просто-напросто что было? Правильно. Подростковый максимализм. Теперь мне 21 с половиной. Я стал сдержаннее. Я стал адекватнее. Хотя кто-то поспорит, наверное. Окей, у каждого человека своё мнение. Я ни в коем случае не собираюсь его оспаривать. В умы каждого человека не проникнешь. И свою какую-то мысль туда просто-напросто не загонишь. Но, думаю, этим видосом я сказал вам достаточно много. В текущий момент возможен наплыв хейтерков, скажем так. Возможно вообще всё, что угодно. Я... Я даже не знаю, что ожидать, если честно. Окей? Поживём, увидим. А что тут ещё остаётся делать? Играем, развлекаемся, радуемся жизни. Того я вам желаю. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.